Ничего катастрофического в сфере энергетики Ивановской области не происходит, заявил журналистом руководитель комплекса экономического развития региона Павел Коньков. Появились лишь новые вызовы в вопросах сбыта электрической энергии. Один из двух гарантирующих поставщиков. Речь идет об ИВ-энергосбыте. За долги по расчету заптовую электроэнергию лишен статуса гарантирующего поставщика. В соответствии с действующей сегодня нормативкой, обязанностью перехватить этот статус, возглавлено на МРСК центра и Поволжья. Должен быть проведен конкурс, но не нами, а советом рынка, на поиск нового гарантирующего поставщика. Когда он будет найден и победит в конкурсе, МРСК будет обязана ему отдать всю свою деятельность. Дело абсолютно для нас новое, для федерации тоже. Прецедентов нет. К новому гарантирующему поставщику должны перейти только граждане, которые заключали договора на поставку энергии напрямую. К примеру, собственники частных домовладений. Всем остальным предоставляется свобода выбора. Гарантирующий поставщик обязан продавать энергию всем, кто захочет ее приобрести. Однако на данный момент такой услуги ИВ-энергосбыту отказано, так как предприятие не предоставило ряд документов. Чиновники уверяют, что жители области в результате смены гарантирующего поставщика не пострадают. Во-первых, гражданам никто повышать эту энергию не будет. Во-вторых, МРСК готов поставить электроэнергию кому угодно и обязан это сделать как гарантирующий поставщик. Но законодательство не позволяет нам требовать со всех участников рынка действовать строго по этой схеме. Если кто-то выберет какую-то другую экономическому выгодную схему, ни МРСК, ни правительство, ни региональная служба не вправе воспрепятствовать этим делам. Правительство не исключает, что некоторым гражданам могут прийти двойные квитанции. Вероятность информационных сбоев исключить нельзя. Однако жители должны уяснить, что за электроэнергию, употребленную в январе, они обязаны заплатить ИВ-энергосбыту. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.